Борис, добрый вечер, Сережа Миличук говорит, мы с вами общались уже не один раз. Скажите, пожалуйста, вопрос на самом деле на повестке дня в Российской Федерации понятен. Про девальвацию, о девальвации валюте, где дно? Вот где, вот когда закончится падение рубля, куда дальше или снизу еще будут стучать? Снизу еще будут стучать. Дело в том, что Россия в чистом виде такая банановая экономика, то есть вся экономика держится в счет экспорта мерки и газа. И, собственно, когда дешевлеет снег, тогда дешевлеет рубль. Если не дорожает, то рубль заражает. Вот есть даже моя формула, такая неменитая теперь Россия, возможно, после нашей программы и будет украинцем. Как узнать, что рубля надо 3620 рублей за баррель на цену нефти. На сегодняшний день цена выше нефти, это нефть, это 8 долларов, поэтому равновесная цена рубля должна быть 45,5 рублей. Но сегодня она выше, она поднималась до 48, связана с паникой, связана с тем, что, собственно, не платят на лишних долларов. Люди там в обменниках уже дерутся. Кроме того, спекуляторы работают на рынке. На самом деле, в России сейчас происходит такой типичный валютный крупномасштабный кризис. Крат валюты начинают с лета с начала 40 процентов. И главная причина – это один цена на них, вторая причина – это война с Украиной. Война с Украиной тоже очень сильно давит народу и на экономику страны, потому что война с Украиной перевела от огромного бесса капиталов от России. Ну, по моим процентам, будет больше 100 миллиардов долларов. Центральный банк для того, чтобы поддерживать курс, уже выбросил на рынок за последние 16 месяцев почти 100 миллиардов долларов. И сейчас чистый кредерий Центрального банка. Не в целом, золото валютных кредерий, да, о чем там пропаганде говорит, а чистый кредерий Центрального банка для поддержания курса осталось всего 200 миллиардов долларов. За октябрь Центральный банк потратил 30 миллиардов для того, чтобы поддержать курс. Таким образом, у Путина не такая большая подушка безопасности осталась для того, чтобы держать курс. И он уже отказался в ноябре от валютных интервенций. Их практически нет. Поэтому сейчас на рынке паника и спекулянты. Вот. Теперь по поводу того, что будет с курсом дальше. Если нефть будет стоить 70, вот примерно такие ориентиры. Но, конечно, предсказать цену на нефть очень трудно. Дело в том, что американский экономик восстанавливается, растет. В общем, потребление нефти в Китае, хоть и заметно с ростом, он все равно продолжается. Поэтому у Путина есть какая-то надежда. Я думаю, он сейчас молится на короля Савдовской Аравии от Галлук, с тем, чтобы король от Галлаеву спаться от краха, который не минует, если нефть отпустится ниже 80 долларов. Скажите, пожалуйста, та ситуация, которая сложилась, она может как-то повлиять на события на востоке Украины? Ну, она, безусловно, уже повлияла. Вот то, что Путин не признал ДНР и ВНР, то есть там с уважением отнесли, как называемого выбора, но, что не менее, не признал, это, по сути, закрытие проекта Новороссии. Значит, никакого проекта Новороссии больше у Путина в голове нет. Очевидно, что у Путина просто нет денег для того, чтобы содержать 4 миллиона жителей Гамбаса и Луганска, которые находятся под контролем сепаратистов. Но вам расслабляться не стоит, я вам не советую это делать, потому что он будет использовать эту территорию как платдарм для всяких там провокаций, для агрессии, будет поставить оружие. Платить пенсионерам не будет, учителям врачам тоже, естественно, он платить не будет, но поставлять оружие, поставлять там боевиков и засылать незаконным образом военных, он, конечно, туда будет, у меня денег там не нет на этот счет. Так что, конечно же, вам расслабляться не стоит. Очевидно совершенно, что он понимает огромные жертвы, которые неизбежно будут, если он попытается, например, вторгнуться в Херсонскую область, или, тем более, в Одесскую область, Николаевскую область, Запорожье. Я думаю, что у него есть мечта, конечно, сделать коридор в Крым, поскольку Крым полностью отрезан. И снабжение Крыма, конечно, очень для него большая головная боль. Но никаких таких планов по дальнейшей такой серьезной экспансии у него нет, потому что он не открыт. Дело в том, что на лизу с валютным кризисом, который провел Россию, есть еще и глубокий социальный кризис. В России закрываются больницы, в России резко сокращаются, в том числе и в регионах, финансирование образования, здравоохранение. По сути, все региональные бюджеты ведут в банкротство. И он это отлично, конечно же, знает. Поэтому у него средства для того, чтобы воевать так, хоть на масштабе, просто не существует. Спасибо большое, Борис, за ответы на необходимые вопросы. Важно.